Подкаст от радио Комсомольская правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Раньше всех. Утреннее шоу на радио Комсомольская правда. Екатеринбург. 8.03 на Комсомольской правде не только во всем Екатеринбурге, да и много где... Во всем мире? Нет, во всем мире не 8.03, только в нашем часовом поясе. И у нас в студии уже Андрей Ермоленко. Андрей, доброе утро, во-первых. Наш штатный историк. Вообще ты как историк. Мы сегодня весь час практически посвятили нашим любимым улицам и уборке снега. Вот в царские времена вообще как убирали, когда на лошадях кто-то туда съездил. А никак не убирали, лошадка протопала с санями. И все, и проторила дорожку. Ну, я предлагаю закончить эту тему, уже поставить жирную точку информации про пробки. Рома, расскажешь, что творится на дорогах. Да, быстренько пробежимся по проборям. Тем более, они уже есть. Ну, Яндекс пишет серьезные пробки. 7 баллов. У нас в Екатеринбурге карта с высоты птичьего полета частично красненькая. Ну, для этого времени годы, я скажу, нормально. Но вообще 7 баллов это многовато. Даже для 8 утра. На Кольцовском тракте, естественно, луганская машинная. От Яблоневой до Фурманова 26 минут. Суходольская на Широкой речке до объездной дороги. Аж там от Светлореченской до Ручейной. 1 час 8 минут. Прям бьет рекорды эта улица. С каждым днем все больше и больше там времени. На Репино-Гурзувское. Куйбышево от Ночдива-Васильева до улицы 8 марта. Там 33 минуты. Амун сына от Щерса от объездной до Степана Разина. 27 минут. На объездной дороге от Громова до Московской улицы. 24 минуты. Ну, на проспекте Космонавтов на вашем любимом. От Старых Большевиков до Фронтовых. Бригад. На Халтурино технической до Кирова. Ну, нет района в городе. Нет района. Где бы не было затора. Просто знайте это. Да вы прекрасно это все понимаете. Если не первый день замужем. Замужем, да? Да, не первый день в Екатеринбурге. Ну, а у нас есть прекрасный повод исторический, чтобы пообщаться с Андреем. Позвали его не просто так. 21 января. Годовщина смерти. А дневочку, может быть, тогда поставим, чтобы, вот я говорю, жирную точку сделать. Жирную точку. Вернемся к теме дорог и уборки улиц. Сейчас еще... Давай, оттуда, хорошо. Кто ходит в гости по утрам? Ну все, тайну-то уже раскрыли. Кто-то в гости ходит. Андрей Рмоленко. Доброе утро. Как неожиданно, да. Доброе утро. Третий раз уже человек здоровается. Отстаньте от Андрея. Да, ну, а почему? Не лишний раз поздороваться. Годовщина смерти Владимира Ленина. Все, здесь я умолкаю тебе слово. Да, не случайно выбрана именно эта тема для сегодняшнего утреннего эфира в рубрике «Исторические хроники» про Владимира Ильича Ленина, вождя мирового пролетариата, про которого каждый, наверное, знает. Его портреты еще кто-то застал. У нас в садике портреты. У меня в садике висел портрет Ленина, не поверите. В кабинете Музлитературы я вот так его помню. Так я говорю, бюсты-то вообще в каждой семье, мне кажется, были эти маленькие, большие. Детские анекдоты. В детском саду воспитательница задает загадку детям. «Маленькие, серенькие, все поле проскакал». Дети, ну не знаю, ну маленькие, серенькие, все поле проскакал. Ну про кого мы столько песен поем, сколько сказок. Вовочка. «Владимир Ленин». Есть тут какая-то правда. Есть какая-то правда. Но ты про ситуацию к тому, что вот из Германии в свое время Ленин вернулся в Россию. И сейчас, спустя там сто лет, даже больше, это уже такое покрытое орелом мифов и тайн, вот эта история. Вот расскажи, может быть параллели какие-то кто-то прочертит. Ну вот что это было тогда? Да, возвращение оппозиционеров в Россию после пребывания в Европе – это актуальная тема. Тема сегодняшней недели, тема ближайших, думаю, недели-месяцев вполне возможна, потому что там свежий оппозиционер, по-моему, на 30 дней до суда у нас заключен. Ну, раньше на эту тему была тишина, сейчас она матросская, да, пока на 30 дней. Ну вот. Еще один известный оппозиционер прибыл к нам в Россию на сто лет раньше, и это событие стало вообще поворотной точкой в истории нашей страны, по мнению некоторых историков. Если бы этого события не случилось, то история России пошла бы, возможно, по-другому. Конечно, маловероятно, но событие очень значимое. Это возвращение Ленина из эмиграции в апреле 1917 года. Тот самый пломбированный вагон. Или пломбированный, как его называли. Пломбированный. С пломбирами, да? Он все-таки пломбированный, без пломбира. Я специально погуглил орфоэпический словарь. И там вот апрельский тезис. Я задаю глупый вопрос, никто не реагирует. А что? Какой вопрос? Что за вагон с пломбирами? С пломбирами. Пломбы там были. На самом деле он был не с пломбиром, а с Владимиром Лениным, хотя про него больше говорили, что он доверху набит рейхсмарками немецкими. Потому что Ленина обвиняли в том, что он приехал тут нам... Западу продался. Работать немецким шпионом в России. А в то время шла в Европе, да во всем мире, Великая война. Первая мировая война. Тогда ее еще не называли Первой, потому что никто же не знал, что будет Вторая скоро. Ее называли Великая война. Просто война. Это было грандиозное, конечно, испытание для всей Европы, для всего мира. И Россия в этом испытании к 1917 году изнемогала просто уже до последних сил. Вплоть до того, что народ, измученный разрухой, отсутствием продовольствия, ну, точнее, задержками поставок продовольствия и прочими неурядицами, накопил такой уровень злобы к царскому правительству, что Николай II почел за лучшее после небольшого вообще выступления народного в феврале в Петрограде отречься от престола. В марте 1917 года Николай отрекается от престола. Ленин находится в это время в эмиграции в Швейцарии, в Цюрихе, и узнает с огромным удивлением о том, что в России началась революция. И без него. Как так вообще? Партия большевиков, российская социал-демократическая рабочая партия, которую возглавлял Владимир Ленин, печатным органом которой была газета «Правда», она ставила свою цель в захват власти России. А это без них? То есть там кадеты сделали революцию? Ее сделали случайно петроградские железнодорожники, которые сорвали поставки хлеба в Петроград на несколько дней, и возмущенный народ пошел громить там лавки хлебных магазинов. И вот все дошло до того, что царь отрекся от престола. Ленин был просто поражен. Он был уверен, что царские власти будут бороться за свои позиции, и Николай так просто не уйдет. Ну вот он ушел так просто. И Ленин всеми силами начинает рваться в Россию, где началась революция, для того, чтобы в этой революции поучаствовать. А вернуться, вот просто физически вернуться в Россию из Швейцарии в 1917 году было сложно. Это сейчас рейс Победы, там довезет вас за два с половиной часа до Москвы. Это почему? Потому что поезда не ходили? Вражеская территория пошла война. И территория Швейцарии, она была отделена территорией Российской империи, вражеской Германии, с которой Российская империя, то есть страна, гражданином которой был Владимир Ленин, находилась в состоянии войны со стороной Владимира Ильича. И поэтому через сушу добраться было очень трудно. Можно было добраться окружным путем, через море, через Великобританию, например, и через Мурманск или Архангельск вернуться. Но проблема там, в море подводные лодки немецкие в 1917 году хорошо уже очень работали. Так же, как они хорошо работали потом и в 1941 и дальше. Но Великобритания вполне могла Ленина арестовать в подозрениях о том, что он будет работать на развал военного союза Антанты России и Великобритании. И поэтому Юля уже заскучала. А Германия-то к Ленину как относилась? В общем, Владимир Ильич на своей швейцарской квартире моет посуду с Надеждой Константинной о чем-то, бухтит очень мило. И тут прибегает один из революционеров, который тоже в ссылке говорит, «Ильич там без нас революция делает». Он говорит, что нужно срочно в Россию. И они срочно ищут пути вернуться в Россию. Как мы сказали, суши очень сложно. Морем Британия готова была бы его арестовать, как арестовывало многих революционеров до этого российских. И швейцарские коммунисты, сочувствующие российским эмигрантам, договариваются с немецким правительством о том, что правительство Германии обеспечит беспрепятственный проезд группы граждан Российской империи, бывшей Российской империи, через территорию Германии. А вот это как? Объясни мне. Это же вражеская Германия. Почему они договорились? Они знали, что это революционеры, что они как бы... Да, переговоры в Германии, там согласования шли достаточно быстро, буквально за пару недель. Обо всем договорились на высшем уровне. В Германии сам император... Император. Шрёдер. Император тогда еще. Германия была империей. Не Шрёдер был. Вильгельм II, да. Сам император курировал этот вопрос, и с его подачи вопрос решался очень быстро. В Швейцарию пригнали к границе Швейцарии железнодорожный состав, несколько вагонов. И в эти вагоны загрузились товарищи-большевики Владимир Ленин с Надеждой Константиновной и еще там несколько десятков их товарищей, которые переживали мучительно с ними ссылку в Швейцарии. И при условии запрета контактов с немецким населением, при условии запрета покидать вообще вагон, поэтому он называется пломбированным, из четырех дверей в нем три были закрыты, там, забиты. Но выходить-то можно было? Можно было заходить. Если три из четырех. Можно было заходить. В состав этот сопровождали два немецких специально обученных человека со знанием русского языка, которые обеспечивали необходимый контакт с внешним миром, приносили свежие газеты, приносили по отзывам путешественников Владимиру Ильичу свежее пиво. Ну, прямо сервис. И молоко для грудных детей, которые, не грудных, маленьких детей, которые там тоже путешествовали в этом вагоне. Кстати, по отзывам этих путешественников, многие же из них оставили мемуары, которые потом опубликованы были за границей. Потому что они до 38-го, там мало кто дожил из... Ну, понятно, революционеры. Это опасный проект. Оставили мемуары, как Ленин этих маленьких детей развлекал всю дорогу с ними. Играл, читал им сказки и так далее. Ну, он же любил детей. Как известно, нам из нашел советское детство. Да, Андрей, сейчас небольшая пауза, потом все-таки доберемся мы до России. И там посмотрим, что было дальше. Ну, что там дальше-то, Андрей, было? Ну, рисковый человек Владимир Ильич, между прочим, был. Да, Владимир Ильич устал, видимо, находиться в эмиграции 10 лет. Ну, и понимал, что вот это шанс, которого может и не быть больше. Поэтому поддерживаемый немецким правительством, негласно поддерживаемый Ленин, был запущен в Россию как такая, как торпеда или как по меткому высказыванию Уинстона Черчилля, как чума, как бацильная чума в пломбированном вагоне был запущен в бедную Россию. Ну, а поддержка немецкого правительства, это миф, насколько она была серьезной. Это как сейчас иностранный агент говорят, и все, вот ярлык тебе, не отмоешься. А тогда это было серьезное обвинение. Как минимум, немецкое правительство профинансировало вот этот переезд, ну, и помогло организационно, что намного важнее, потому что никакого сообщения и быть не могло по территории Германии с Российской империей. По территории Германии в пломбированном вагоне Ленин с товарищами доехали до Балтийского моря, пересели на пароход и оказались в нейтральной Швеции. А Швеция уже граничит с Российской империей, ну, с бывшей Российской империей, потому что она прекратила существование, с Финляндией. И в Финляндии они, как вспоминала Надежда Константина в своих мемуарах, они уже пересели в плохонькие вагоны третьего класса и на станции Белоостров, это уже граница между Финляндским царством и Петроградской губернией, они ждали, что их арестуют. Они прям вот готовились, что вот они сейчас заедут в Россию, их тут арестуют. Уже временное правительство или кто в это время? Временное правительство. Ну, временное правительство вроде могло их арестовать. Ну, контрразведка никуда не делась, потому что война идет, и все военные, они же прежние, они же давали присягу Тарасской империи царю, за веру царя Отечества, и поэтому опасность, что прямо у трапа самолета, что называется, арестуют Владимира Ильича, была очень большая. Ну, то есть в Белоострове около. Но его и не арестовали. Тогдашние ФСБшники могли зайти прямо туда внутрь. Тогдашние ГРУ даже скорее, потому что, да, это же военные спецслужбы. Но проканало. И Ленин от Белоострова до Петрограда доехал совершенно спокойно в этих вагонах третьего класса. И, опять же, как вспоминает Деже Константин, они очень волновались, как они в этот поздний час смогут нанять извозчика на финляндском вокзале. Смогут ли они где-то там поселиться в Петрограде вообще? Ну, и как их встретить? Просто был бардак, и никому не было дела? Прошляпили или вот просто сказали, да ладно? А Петроград встретил их прямо овациями. И никто не ждал из тех, кто ехал в этом поезде, что их встретит прям толпа народу. А там тоже вещь уже прошла, что едут революционеры. Местная большевистская ячейка в Петрограде, конечно, успела там поднять и рабочих, и распропагандировала быстро солдат в казармах, что вот едет там спаситель, избавитель, там великий Ленин, там вождь мирового пролетариата. Никто не знал этого имени. Ну, тогда в марте-апреле 17-го за любую движуху народу... А он же 10 лет был в ссылке, по сути. 10 лет его не было в России. Да, и он был известен только по газете. По своей подпольной нелегальной газете «Правда», которая выходила как раз почти вот эти 10 лет. И на финляндском вокзале Ленин просто с оторопью, с удивлением видит, что встречает толпа народа. Я популярный, я в ТикТоке, как бы сейчас сказал. Вообще его отвели на торжественный прием в ВИП-зал финляндского вокзала. Царские комнаты это называлось. Ну, нынешний ВИП-зал, по сути, как в аэропорту, он тоже такой бывает. И в ВИП-зале финляндского вокзала его встречают и военные, солдаты, которые приехали встречать вождя мирового пролетариата, которые подогнали несколько броневиков, три броневика. На один из этих броневиков Ленин, как известно, залез тут же. На броневичок. Да, и выступил на финляндском вокзале в первый же день своего возвращения в Россию с такой сумбурной своей программой. Он не готовился, он не писал даже никакой... Апельские тезисы, это уже в дополнительном. А он на следующий день их накидал для выступления в последний день Съезда Советов. И на финляндском вокзале он впервые выступил с своей программой. Россия выходит из войны, землю крестьянам, банки нациализировать, фабрики рабочие. В общем, этот весь популизм, который поднял за ним народ и вплоть до октября поднимался выше и выше. Но известие о том, что он был, скажем так, сотрудником, сотрудничал с немецкими властями, с немецкой разведкой... Странный агент, как сейчас говорят. Вот эта весть его летами подкосила. Ему пришлось скрываться от уголовного преследования. Щучинская... Может быть, есть здесь правда? Ведь немцы бы тоже просто так ему не помогали. Может быть, была какая-то договоренность? Ну, немцам, конечно, было очень выгодно запустить именно такую мощнейшую политическую силу, которая явно выступает за прекращение войны, за выход России из войны. В Германии тоже было очень плохо в 1917 году. Там уже подступала и их собственная революция, социалистическая, близко. Война была очень тяжелая на два фронта для Германской империи. С Великобританией и Францией на Западном фронте. Помните, Эриха Марию Ремарк на Западном фронте без перемен очень тяжело, очень приходилось. Ну, и на Восточном с России. Поэтому хотя бы один фронт Германской империи закрыть было бы вообще сверхзадачей для спецслужб. И они его, по сути, закрыли. Потому что, вернувшись в Россию, Ленин, пропагандируя выход из войны и вообще тему войны как империалистической, которая нужна только вот этому паразитирующему на народе классу, он ее продвигал дальше и дальше. И солдатские комитеты в армии получали все больше власти и отказывались воевать, по сути. И немцы, если они действительно преследовали эту цель, они этой цели добились. Россия из войны фактически вышла уже летом 1917 года. Ну и юридически весной 1918, как только партия большевиков пришла к власти через несколько месяцев. То есть эту тему он, в общем, до конца, и свои, как сказать, обязательства, если они и были, то он выполнил. Но все-таки с обвинениями в иностранщине, в том, что он агент, что к чему-то привело? То есть какой момент биографии для Ленина это стало чуть ли не фатальным? Его же изгнали там практически. На Ленина был осуществлен жесточайший наезд и через прессу, подконтрольную временному правительству летом 1917 года и через контрразведку. В общем, его вполне могли арестовать, посадить, судить очень там достаточно по жестким статьям. Не знаю, расстрел полагался ли за это. Наверное, нет, потому что он не был военнослужащим. Но ему пришлось скрываться. Известная многим тема «Ленин в разливе», «Ленин в шалаше» — это как раз вторая половина лета, начало осени 1917 года. И Ленин к октябрю 1917, прямо из шалаша, буквально из разлива, с границы с Финляндией, возвращается в Петроград и делает революцию. Рискнул второй раз. Первый раз рискнул, когда он вернулся в Россию, чтобы его вполне могли из этого пломбированного вагона сразу и арестовать. И второй раз в октябре 1917 года, 25 октября по старому стилю, 7 ноября по новому рискнул. Ну и не зря, кстати, рискнул. И победил, да. И поэтому, что называется, победителей не судят. И то, что сделали партия большевиков и лично Владимир Ленин с Россией, ну это, конечно, значимые события. Не будем им придавать вектор плюс или минус, плохо или хорошо, но они были действительно грандиозными и значимыми. Они были значимыми даже вот внешне, как бы по эмоциям. Например, Россия, которая жила там всю жизнь по старому, по юлянскому календарю, по старому стилю, она сразу же в первые же там практически месяцы большевиков у власти перешла на новый стиль, на григорианский календарь, по которому жил весь цивилизованный мир, вся Европа, на которую Россия ориентировалась. То есть была проведена первая же декрета Ленина, декрета о земле, декрета о мире, национализация земли, землю крестьянам на самом деле, она им досталась. Она им начала доставаться, конечно, уже стихи на 1917 году, когда начали помещики постепенно валить с России, когда стало очень напряженно после падения царской власти находиться. Ну, юридически она им досталась в 1918 году. Большевики обеспечили всеобщее образование населения, по крайней мере, оно стало бесплатным и всеобщедоступным. Всеобыч, как-то это называлось. Неграмотность, которая в населении России достигала чуть ли не половины, ну, 40% к 1917 году населения России, население России стало практически поголовно грамотным через несколько лет после нахождения большевиков в власти. Так вот, Константин тут тебя поддерживает, говорит, молодец ваш историк, действительно, чума для России и весь большевизм. Но это же была цитата, я так понимаю, не твоего. Это цитата Черчилля, который ненавидел большевизм, конечно. Константин, это вы тогда, получается, за Черчилля сейчас выступаете. Значит, 1918 год, это такой год перемена, отправная точка, что поменяло вообще всю жизнь в Российской империи. Ну, по мнению, это уже не империя. По мнению некоторых историков, да, как я говорил, что именно тот пломбированный вагон, который обеспечили немцы для Владимира Ильича Ульянова, по поседаниям Ленин, он и стал таким вот торпедой, которая разрушила старый мир в России. Андрей, минута остается, я все-таки про шаткость положения не только Ленина, но вообще большевиков. Шатким оно было, когда вагон приехал, могли арестовать. Шатким было летом, когда у большевиков вообще меньшинство было голосов. СССР же победили на выборы в учредительное собрание, у них не было. Да и вообще никто не хотел брать власть. Временное правительство заявляло на съезде Советов. Есть ли вообще какая-нибудь партия, которая способна взять ответственность? И Ленин сказал, есть такая партия. Есть такая партия, знаменитая цитата, да. Поэтому, конечно, большевики рисковали не дважды, а много раз. И в 17-м тоже взяли. Это что, это удача какая-то, просто их сопровождалось в то время? Лично мое мнение, которое я никому не навязываю, это следование, твердое следование своей вере, в которую они погружали всех вокруг. И эта вера, она выглядела правдой для очень многих. Это, ну, истина такая непреложная была. А за белых, например, в гражданской войне было, ну... Меньшинство. Какое-то шкурничество их, собственно. Меньшая правда, чем здесь. Но об этом, я думаю, есть повод пообщаться. Что же там за правда такая? Спасибо большое, Андрей Ермольенко. Будьте здоровы, берегите себя. Раньше всех. Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM.